Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего сообщения у вас на экране «Противопухолевая терапия и кардиотоксичность. Случайные сочетания либо характерные закономерия». Вы знаете, исследования последних лет, многочисленные исследования, сделали этот вопрос риторическим. Ответ на него очевиден. Мы хорошо знаем, что онкологические заболевания являются одной из ведущих, одной из основных причин смертности, выступая по ему первенству лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом современная химия, лучевая и таргетная терапия позволили существенным образом пролонгировать жизнь онкологическим больным, адаптировать их к социальным потребностям и, самое главное, продлить им жизнь до десятилетия. Однако заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований по разным причинам растет. Это, конечно, и более эффективное выявление и целый ряд неблагоприятных влияний в урбанистической среде. Так или иначе, в нашей стране за 10 лет количество онкологических больных выросло практически на 47%. Причем, если среди мужчин этот показатель вырос на 45%, среди женщин на 49%. И вот, например, в 2018 году мы, к сожалению, пока имеем сведения статистически выверенные по состоянию на конец 2018 года. Так вот, в 2018 году в Российской Федерации впервые выявлено 625 тысяч злокачественных наобразований. И на диспансерном учете в нашей стране состоял более 3,7 миллионов человек. Причем прирост данного показателя всего лишь за год составил 3%. Правда, этот прирост, несколько темпов прироста замедлились в 2019 году, но не настолько существенно, чтобы этим как бы хвалиться. Но вот, так или иначе, абсолютное число умерших от злокачественных наобразований в 2018 году составило 271 665 человек. И в расчете на 100 тысяч населения смертность составила 200 человек. Но что совершенно очевидно, можно отметить, как позитивные сдвиги в наших совместных усилиях, усилиях врачей-онкологов и врачей всех группных специальностей, то, что в 2008 году летальность в Российской Федерации составляла 30%, летальность от онкологических заболеваний в 2018 году, она снизилась почти на 7%, составила 22%. Но вот рост заболеваемости раком очевиден, и потребность, соответственно, в химиотерапевтическом лечении возрастает. И вот, как считают эксперты, специалисты, к 40-му году она вырастет существенным образом. Насколько велика эта проблема? Вот если в 2018 году заболеваемость раком составляла 17 миллионов человек, из них почти 10 миллионов нуждаются, нуждались в химиотерапии. К 40-му году заболеваемость раком составляет 26 миллионов, и 15 миллионов из них, более половины, будут нуждаться в химиотерапевтическом лечении. Иными словами, относительное увеличение потребности лечения рака составляет 53%. Мы хорошо знаем, что теперь уже совершенно очевидно, доказано, поражение сердечно-сосудистой системы в процессе противоопухолевой химиотерапии, лечевой терапии. Говоря о поражении сердечно-сосудистой системы, надо иметь в виду прежде всего поражение миокарда, повреждение кардиомиоцитов с фиброзом, их формированием серьезных нарушений ритма, проводимости, брадии, тахикардии, может быть, и фибрилляции предсердий, и антрео-вентрикулярные блокады. Кроме того, поражение эндоперия сосудов, приводящих к спазму, а последующим структурным изменениям сосудистые стенки ассоциируются с артериальной гипертензией, тромбоэмболией легочной артерии. Так или иначе, так или иначе, сердечно-сосудистые осложнения в процессе химиотерапии более чем очевидны, но надо подчеркнуть, что на первом этапе формирования этих самых осложнений, этой кардиотоксичности, она достаточно имеет скрытый характер, и поэтому введение таких больных требует углубленного обследования с акцентом на появление систолической либо диастолической дисфункции миокарда, поскольку следствием этой дисфункции может быть формирование хронической сердечной недостаточности, самого грозного осложнения сердечной недостаточности, при манифестации которого смерть больных чрезвычайно велика, достаточно сказать, что 60% больных умирают от сердечной недостаточности вызванной химиотерапией в течение двух лет после первых ее проявлений. Так или иначе, так или иначе, смертность онкологических пациентов, не связанная со специфическим процессом, растет, и вот теперь мы уже располагаем статистикой и можем утверждать, что каждый пятый больной онкологически умирает не от онкологического заболевания, и прирост смерти за 10 лет составил более чем 30%. Вы посмотрите на этот слайд, это очень впечатляет цифры. В качестве иллюстрации вот этого пейса хотелось бы продемонстрировать вам результаты семилетнего наблюдения за 1800 пациентами онкологическими. Оказалось, что рак стал причиной смерти 51% обключенных от исследований больных, а сердечно-сосудистых заболеваний, каждый третий больной, 33%. Кроме того, еще и заболевания легких, и другие заболевания. То есть половина больных онкологически умирает не от рака. Если проанализировать исходы больных с систолической дисфункцией, о которой я уже упомянул, как предтечи хронической сердечной недостаточности, то вот десятилетнее наблюдение из-за большой когорты таких больных показало, что только половина больных умирает от новообразования и 50% от хронической сердечной недостаточности, сформировавшейся на фоне этой химиотерапии. В настоящее время активно используется в лечении наших пациентов 9 классов противоопухолевых агентов, которые обладают кардиотоксическим действием. При этом замечено, что все новые противоопухолевые агенты обладают еще более выраженной кардиотоксичностью, чем классические. Но я не буду перечислять эти классы препаратов, они представлены на экране. Хочу лишь отметить, что частота развития сердечной дисфункции при использовании классических химиопрепаратов варьирует в широких пределах от 2 до 48%. Фактически у каждого второго больного, получающего доксорубицин в дозе 550 мг, метаквадратная, развивается кардиотоксичность. Чем же она проявляется клинически? Это прежде всего, кроме дисфункции левого желудочка, которая, кстати, может проявляться не только компрометацией систолической функции, снижением фракции выброса. Она может быть диастолической. Нормальная фракция выброса, но нарушение процесса расслабления. Чрезвычайно важный компонент формирования хронической сердечной недостаточности. Ну, кроме этого самого грозного осложнения, кардиотоксического осложнения, химиотерапевтического лечения, необходимо отметить артериальную гипертензию, ишемию миокарда, перикардиты, миокардиты, клапаны по ограждению, то есть эндокард, тромбозы, эмболические осложнения, инсульты, аритмии на фоне удлинения код. То есть очень широкий спектр классических сердечно-сосудистых заболеваний. И вот риск развития кардиологической токсичности химиопрепаратов зависит как от особенностей противоопухолевого лечения, так и от статуса пациента. Но к особенностям противоопухолевой терапии относит тип химиопрепаратов, скажем, антрациклины, является наиболее токсичной группой от доз, введенных во время каждого курса химиотерапии, от кумулятивной дозы, режима, способа введения, комбинации с другими кардиотоксичными препаратами, либо лучевой терапией и предшествующей терапией лучевой. А вот особенности пациента – это прежде всего возраст. Наиболее подвержены кардиотоксичности пациенты старше 65 и моложе 15 лет. Кроме того, наличие факторов сердечно-сосудистого риска, классических факторов, также является отягущающим моментом и повышающим риск развития кардиотоксичности. Это прежде всего гипертония, гипертолистеринемия, ожирение, скобление алкоголя. Кроме того, ассоциированные заболевания, такие как сахарный диабет, хроническая болезнь почек, шимическая болезнь, которая, кстати сказать, очень быстро развивается у молодых пациентов на фоне химиотерапии. То есть все эти особенности являются триггером, способствующим развитию этого заболевания. Женский пол, ну и, конечно, наличие опухоли, близко расположенных к сердцу. И вот, надо сказать, что в настоящем времени предложено много способов оценки предстоящих, оценки риска кардиотоксичности больным с предстоящим противопухолем влечеем. Мне представляется наиболее удачной, предложенная клиникой, специалистами из клиники МЕЙО, оценка риска кардиотоксичности количественной. Обратите внимание, вот только что я перечислил риск, связанный с препаратами, риск развития кардиотоксичности с пациентами. И вот наши коллеги из клиники МЕЙО предложили количественного рожать. Если пациент получает один из представленных вот здесь химиопрепаратов, антрациклины, циклофосфамид, но я не буду перечислять, они выигрывают, хорошо вам видны, то риск использования любого из этих препаратов надо оценить в 4 балла. Это высокий риск развития кардиотоксичности. К промежуточному риску, который оценивается в 2 балла, относятся вот эти препараты, тоцитоксел, сунитит и так далее. К низкому риску вот эти 4 препарата отсутствие риска ниже представлено. А вот риск, связанный с пациентом, оценивается таким образом. Наличие любого из перечисленных мною ранних заболеваний, ну и шимическая болезнь, гипертония, диабет, либо увеличенное сердце, либо уже имеющаяся хроническая сердечная недостаточность, вот наличие любого из перечисленных мною ранних заболеваний соответствует 1 баллу. Так же, как и предшествующая антрациклина, либо сочетание с лучевой терапией, и возрастные особенности, женский плод. Так вот, перед проведением противоопухолевой терапии мы суммируем все эти баллы, связанные с планированным препаратом или с пациентом. И если общий уровень расчетного риска соответствующий превышает 6 баллов, то можно говорить о очень высоком риске. 5-6 баллов – это высокий, 3-4 промежуточные, 1-2 низкий риск. Но, чтобы говорить о диагностике, выявлении кардиотоксичности, я очень кратенько напомню, существует много методов инструментальной и лабораторной диагностики. По-прежнему наиболее актуальными инструментальными методами относятся, по крайней мере, наиболее распространенная двух- и трехмерная эхокардиография с оценкой систолической, диастолической функции. В последние годы на первый план выдвинулась все-таки технология оценки деформации миокарда, глобальной, продольной деформации миокарда, получившая название в западной литературе strain, strain rate. Конечно же, магнитно-резонансная томография также имеет очень серьезный, очень большой вклад в оценке и выявлении дисфункции миокарда. А из лабораторных признаков, конечно, иммуноферментные, это определение натриотических пептидов и высокочувствительных тропонинов. Вот этот перечень лабораторных и инструментальных методов позволяет выявить кардиотоксичность. Сомнительно недавно, пять лет назад, консенсус европейских специалистов по визуализации сердца и Американского общества по эхокардиографии предложил выявлять кардиотоксичность по динамике фракции выброса, если она снижается более чем на 10% от исходного до химиотерапии уровня, либо ниже абсолютной величины 53%. Причем вот такую динамику негативную необходимо выявить как минимум дважды при повторном измерении через 2-3 недели после первого исследования. Но, как я уже говорил, деформация миокарда, стрейн, является более специфичным и чувствительным признаком кардиотоксичности, позволяет выявлять проблемы с миокардом гораздо раньше. Если у пациента вот этот самый показатель деформации миокарда снижается более чем на 15% по отношению к исходному уровню, можно однозначно утверждать о доклинической кардиотоксичности. Если деформация миокарда, продольная глобальная деформация, снижается менее чем на 8% от исходного уровня, мы можем констатировать относительно благоприятное течение химиотерапевтического лечения. И вот интенсивность мониторинга наших усилий по введению больных зависит, как я уже говорил, от степени риска, выраженного в баллах, о котором я говорил. Очень высокий риск требует проведения этим больным эхокардиографической оценки деформации миокарда перед химиотерапией, перед каждым последующим циклом в конце лечения, а потом через 3, 6 и 12 месяцев. Кроме того, желательно у этих же больных определять высокочастительные тропонины и эхокардиографию с оценкой систолической, диастолической функции левого желудочка проводить. Но вот последние работы, работы последних лет, свидетельствуют о необходимости фактически пожизненного мониторирования этих больных и, по крайней мере, продвинения эхокардиографии только в течение первого года, ну и через 5 лет, и через 10 лет, как минимум один раз в год проведение этого комплекса. У больных с высоким риском интенсивность мониторинга менее выражена. Обратите внимание, оценка вот этой деформации миокарда проводится после третьего курса химиотерапии, в конце лечения, а затем через каждые 3, 6, 12 месяцев, ну и желательно еще в течение нескольких лет один раз в год. Так же, как оценка высокочистительного тропонина. Промежуточный и низкий риск требует гораздо меньшей активности, вот в этой интенсивности мониторинга, ну и алгоритм кардиопротекции. Конечно, профилактику химиотерапевтической кардиотоксичности можно разделить на первичную. Вторичную, под первичной профилактикой подразумевается ограничение дозы антрациклинов еще до начала или во время полихимиотерапии, использование длительных многочасовых инфузий, вплоть до 48-часовых инфузий антрациклинов, которые снижают риск развития кардиотоксичных липосомальных антрациклинов. Конечно, назначение декстразоксанов и кардиопротекторов, бета-блокаторов, ингибиторов воринин, ангетонзин, алюстроновой, системы и статинов. В процессе химиотерапии первые, самые ранние доклинические повреждения мекарда проявляются повышением пропонина высокочувствительных, это уже может быть в течение первых часов или дней после начала химиотерапии. И формация мекарда также проявляется достаточно рано, проявляется снижением, я уже говорил этого показателя, на 15% от исходного уровня и более. Вот в этой ситуации мы говорим уже о наличии субклинического поражения мекарда и началом, это дает нам основание началу вторичной профилактики, вторичной профилактики, и если снижается фракция выброса, это случается обычно через несколько месяцев на фоне бессимптомной кардиотоксичности, мы уже лечим практически сердечную недостаточность. И вот я завершаю свое сообщение, хотел бы обратить ваше внимание, чрезвычайно важный аспект, чрезвычайно важный аспект. Чем раньше мы начинаем профилактику первичную, вторичную, тем эффективнее наша терапия, потому что было показано, вот это исследование Даниэла Кардинали стало классическим, постоянно цитируется на всех мероприятиях. Обратите внимание, если мы начинаем профилактику ингибиторами в сочетании с бета-блокаторами, всего лишь через 1-2 месяца после первых клинических проявлений либо функциональной, либо лабораторной нарушения, только 64% больных восстанавливает сократимость, восстанавливает фракцию выброса, через 4% менее трети больных восстанавливает функциональное состояние миокарда. Через полгода практически бесполезны медикаментозные терапии, до последнего времени единственным эффективным методом лечения была трансплантация сердца. О чем это говорит, чем раньше начинаем терапию, тем больше вероятность восстановления фракции выброса до 50%. И обратите внимание, через 6 месяцев в этом исследовании только 70%, только 2-3 больных фактически восстановили фракции выброса, вернее, не больные восстановили, врачи восстановили фракции выброса с пользованием современных препаратов. Какие это препараты? Это бета-адреноблокаторы, это ингибиторы ПФ, сортаны, каниста альдестерона, их комбинация. И вот статины, статины очень эффективны, они обладают мощным антипровоспалительным эффектом на эндофтели сосудах. И вот что нужно сказать, какая терапия медикаментозная, если пациенты очень высокого риска, то мы назначаем комбинацию из трех препаратов, ингибиторы либо сортаны, ингибиторы ПФ, сортаны, карбидилол и статины в низких дозах с последующей цитрацией. При высоком риске два препарата, ингибиторы либо сортаны, плюс либо бета-блокатор, либо статин. И при промежуточном низком риске мониторинг и так далее. И вот завершая свое сообщение, хочу сказать, что завершаем наши коллеги достигли очень высокой эффективности вот этой первичной и вторичной профилактики. И главным условием этого положительного результата является сознание команды, кардио-онкологической команды, которые, кроме онкологов, включены радиологи, хирурги и кардиологи, только совместными усилиями подбор эффективной терапии с учетом факторов риска, заболеваний, сосудистой патологии, сердце позволяет пролонгировать жизнь больным на десятилетия. И надо сказать, что пока мы с вами пока у нас в стране первые робкие шаги сделаны, я имею в виду, конечно, регионы, в Москве, в Петербурге, в крупных центрах уже достаточно хорошо поставлены кардио-онкологические услуги. Тем не менее, все опознается в сравнении. Обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки по состоянию на 17-й год 43 многопрофильных многопрофильных большим количеством клиник кардиологических создан. Необходимость создания в нашей стране сегодня уже совершенно очевидный вопрос. Большое вам спасибо за внимание.